Привет, меня зовут Андрей Злобин, я студент Высшей школы химии Парижа по программе двойных дипломов с Новосибирским государственным университетом, где я обучаюсь на факультете естественных наук на химико. В Новосибирске я буду получать диплом магистра, здесь, в Шиме Пари, я буду получать диплом инженера и я здесь уже выбрал опцию промышленной химии. В Шиме Пари мне нравится множество вещей, собственно, за которыми я и приехал сюда учиться. Во-первых, это же, конечно же, возможно сделать стажировку на реальном производстве в известной компании. Правда, сейчас у нас карантин, поэтому это не очень сложно, все сидят по домам. Во-вторых, это курсы, которые сильно отличаются по философии от российских магистрских курсов. Иногда нет просто аналога. Например, есть курс симуляции промышленных процессов химических, где нам нужно было, собственно, смоделировать химический процесс, затем полностью сделать производственный цикл, затем полностью рассчитать экономику производства, в том числе найти, куда поставить производство, откуда будут идти поставки. В общем, такой небольшой бизнес-план, который вполне раскрывает глаза на то, как устроены вещи в мире. И, с моей точки зрения, это очень полезно для прогнозора и действительно полезно для того, чтобы понимать, что ты хочешь, чем заниматься хочешь, что ты хочешь делать в жизни и очень пригодится в стаже. Ну, я надеюсь. Чтобы добиться успеха в Шиме-Паритеке, я советую лично подтянуть французские, особенно французские, химические, профессиональные, потому что многие термины отличаются от таковых на английском и на русском, конечно же. Так, например, на первой лабораторной я получил не очень хорошую оценку за отчет, да и преподаватель не особо помогал, потому что я путался в названиях колб, иногда веществ. В общем, было немножко сложно, поэтому учите химию и учите французский. Далее, я бы советовал не сидеть на месте, путешествовать, конечно же, посещать музеи, посещать другие города, может, даже страны. Здесь для этого есть все возможности. Я советую также не терять контакты с российскими студентами, ну, также с русскоговорящими студентами и, безусловно, с французами. В первое время общение с французами будет сложно, потому что самому французскому никто не учит, но это как раз та самая возможность улучшить французский, завести новых друзей. И, безусловно, это очень классная интернациональная атмосфера. Я думаю, что вы точно не должны ее упустить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова